Недельная глава Шмени Впервые приступили к служению Аарон и его сыновья, и в этот день спустился огонь с неба на жертвы. И в нашей главе говорится о законах кашрута, о том, что есть только четыре вида животных, у которых есть один признак кошерности. А, как вы знаете, нам разрешены млекопитающие, корова, бык, баран, овца, козлик, те, которые отрыгивают жвачку и у которых разделены копыта. И только есть четыре вида животных. Кто это? Это верблюд, кролик и заяц. Они отрыгивают жвачку, но у них неразделенные копыта. И есть только одно животное в мире, у которого разделены копыта, но оно не отрыгивает жвачку. И это свинья. И преуспевающий бизнесмен, который продавал запчасти для самолетов, для вертолетов, Йоси Валес, кончив свой деловой день в Тель-Авиве, он возвращался домой в Ранану. И жена ему сказала, купи что-нибудь на ужин. И он зашел в некошерный ресторан в Израиле, который называется «Слоны», чтобы купить несколько сэндвичем для всей семьи на ужин. Ну, какая разница, кошерная, некошерная. И вот он уже заплатил и стоял в очереди. Много было до него покупателей. И вдруг он вспомнил историю, которая рассказала ему мать про своего отца, который оказался в нацистском лагере. И уже прошли страшные годы. Он не брал ничего некошерного из столовой этого лагеря. И вдруг выстраивает немецкий офицер всех и вызывает из строя одного еврея. Его звали Раф Шрага Винклер. И до войны он был Ребеф Хедери. И всю войну он держался, чтобы не съесть ничего некошерного. И, конечно, он голодал. И вот сейчас офицер, немецкий офицер СС вызвал его из всего строя. И сказал, вот-вот, русские войдут в лагерь. И мы проиграли войну. Но сейчас, перед тем, как наступит ваше освобождение, я хочу вызвать вашего Равина, вашего Рама. И чтобы перед всеми здесь он съел кусочек нашей кровяной свиной колбасы. А если ты это не сделаешь, я тут же при всех тебя расстреляю. Решай. И дедушка Йоси Валеса, он сказал, я никогда в жизни этого не ел и никогда это не сделаю. И перед всеми этот ССовский офицер застрелил этого великого праведника. И почему-то эта история вспомнилась Йоси Валесу, когда он стоял, чтобы купить сэндвичи со свиной отбивной. Израильтянин стоял в Израиле, чтобы купить то, чтобы не съесть, то отдал его дедушка жизнь. И вдруг это воспоминание попало как яд в сердце этого преуспевающего бизнесмена. Ну что такое? Почему нам это запрещено? И это воспоминание о самопожертвовании его деда перевернуло сердце этого преуспевающего бизнесмена. И он вернулся домой без ужина, не купив ничего в этом некошерном магазине. А потом с этого начались первые шаги его возвращения к евреисту. Казалось бы, какая разница, что человек ест, то другое. Но эта глава учит нас, что у еврея есть особенная святость, душа. И он должен очень быть осторожен, чтобы не затумилось его сердце от этой оскверненной еды. Другим народам можно, но нам нельзя, потому что ты будешь народом священников и народом святым. Ты мой народ Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok